Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа. Регион» в студии Татьяна Григорьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Мы должны получить не менее, чем в прошлом году. Подспорье для сельского хозяйства. «Анапа» получит финансирование на развитие отрасли. О мерах поддержки аграриев говорили на большой краевой планерке. Мы могли себе позволить только мини-футбол на площадке, и то только в недождливое время, потому что площадка открытая. То сейчас все эти виды мы вернем. Для детей из станицы Анапской уже начали готовить подарки к Новому году. Главный из них – новый спортивный комплекс. Хочется более современного, более комфортного, более нарядного. «Анапа» в деталях. На курорте разрабатывают эскизные проекты новых арт-объектов. Глава города поручил организовать встречу граждан с одним из застройщиков. По документам многоэтажные дома готовы к эксплуатации, однако электричество в них до сих пор подается по временной схеме. Этот вопрос обсуждали на личном приеме главы. Кроме того, по поручению Юрия Полякова, в ближайшие дни водоканал проверит все кафе на улице Горького в районе Центрального рынка на наличие специальных фильтров жироуловителей. Канализация здесь регулярно забивается и заливает один из дворов. Раиса Николаевна показывает канализационный люк, из которого в разгар сезона просачивается вода. Приходится долго приводить двор в порядок. Дом находится в центральной части города. Рядом гостиница и кафе – шашлычные пирожковые пиццерии. Я хочу, чтобы мне не заливало. Двор не заливало. Чтобы чистили, приезжали водоканал. Нормально. Вот сейчас откроют люк, да, посмотрите. Там жиру, ужас один. Она пришла на прием к главе муниципалитета. Представитель Центрального рынка и гендиректор водоканала заверили, что за коммуникациями следят. Юрий Поляков потребовал дать конкретное предложение, как решить проблему подтопления двора на Обчанке. А также обследовать коммерческие объекты. Нужно отмониторить всех, кто там находится на этой улице, кто сливается в эту канализацию. У вас же, наверное, есть документы, да? Наверное. Если это объект общественного питания, и там нет жироулавливателя, это отдельный. А вопрос, вы обязаны заставить его поставить, иначе пусть он сам тогда берет и чистит, и платит вам за то, что вы чистите. Другая проблема. Разросшиеся деревья на улице Горького. Такие ветки могут оборваться с сильным порывом ветра. В управлении ЖКХ сообщили, что подрезка запланирована на осень, о чем еще месяц назад был составлен акт обследования. Юрий Поляков поручил взять этот вопрос на контроль и намерен лично приехать и проверить выполнение. А это уже жильцы многоквартирного дома по улице Лермонтова, 116. По их словам, во время дождей протекает кровля, а в подвале и подземной парковке скапливается вода. Однако главная проблема – нехватка электроэнергии. Дома до сих пор запитаны по временной схеме. Новая подстанция необходимой мощности обнесена аккуратным забором. Все было нормально. Застройщик сдал вовремя, передал нам ключи от квартиры. Но в ходе эксплуатации оказалось, что он не ввел в эксплуатацию трансформаторную подстанцию, из-за чего не введена в эксплуатацию индивидуальный типовой пункт. И у нас в доме отсутствует горячая вода вообще, а свет находится сейчас на временной схеме, и у нас систематическое отключение света по 8-10 раз за день. По словам жителей, застройщик проблемы признает – во дворе видны следы работы. Однако темпы, которыми они ведутся, собственников квартир не устраивают. Юрий Поляков подчеркнул – муниципалитету не нужны такие застройщики, которые своей деятельностью приносят проблемы. Главному архитектору он рекомендовал занести застройщика в черный список, а заявителям гарантировал всестороннюю поддержку во всех инстанциях. В суд подавайте, поддержим, а в суде. То есть это неправильно. Для нас он уже в черном списке. В данный момент в муниципалитете организуют трехстороннюю встречу, уже с участием застройщика и управляющей компании, для того, чтобы людям дали объяснение и называли сроки устранения нарушений. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Объем субсидий на развитие агропромышленного комплекса в муниципалитете в текущем году должен быть не меньше, чем в прошлом. Такое поручение глава курорта Юрий Поляков дал управлению сельского хозяйства по итогам селекторного совещания под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Край выделяет серьезные средства на поддержку отрасли, и Анапа должна привлекать финансирование. Вклад Краснодарского края в общероссийский каравай. 10 миллионов 400 тысяч тонн пшеницы. Абсолютный рекорд, причем больше трети пшеницы высокого класса. Слагаемых успехов здесь много. Много, конечно, в первую очередь, конечно, и те современные агротехнологии, которые сегодня на Кубани активно развиваются. В этом году в краевой бюджет заложены серьезные средства на поддержку развития сельского хозяйства, в частности, компенсации тем, кто возводит теплицы, покупает племенных животных. В Анапе на эти цели предусмотрено 5 миллионов 300 тысяч рублей. Если заявок будет больше, Минсельхоз обещает выделить муниципалитету дополнительное финансирование. То, что касается субсидий, Василий Александрович, на контроль. Вы слышали, что губернатор сказал, мы должны получить не менее, чем в прошлом году. То есть, если мы сдавали заявку 10, я думаю, что вице-губернатор Коробка пересмотрит все на контроль. И, пожалуйста, пришли и доложили. И как вы будете их использовать? Помимо субсидий в Анапе по линии Министерства сельского хозяйства выделено порядка 26 миллионов рублей на развитие сельской инфраструктуры. Из них около 18 миллионов рублей. Средства на газификацию 2 миллиона рублей. На спортивные площадки в Благовещенском сельском округе. Повышение качества жизни на селе – одна из стратегических задач как для краевой, так и для местной власти. Александр Ребека Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Новые архитектурные объекты и фотозоны появятся в Анапе. Оригинальные эскизные проекты так называемых визитных карточек курорта разрабатываются в рамках поручения главы. Внести свой вклад в формирование нового облика курорта смогут и сами анапчане. Администрация планирует запустить открытый конкурс. Создание новых арт-объектов в Анапе – одна из важных задач для городской архитектуры. Маленькие достопримечательности должны стать изюминкой курорта, которые привлекут внимание туристов и вместе с этим сделают рекламу. Предложение от главного художника – оформить остановочные павильоны в креативной форме, при этом сохранив единый стиль. Установить въездную стелу город воинской славы на Симферопольском шоссе, заменить архитектурную фотозону возле ЗАГСа. Те сердца, которые сейчас там есть, они, конечно, может быть, в свое время были очень интересными, но на данный момент они уже не актуальны, они уже прожили свою историю. И хочется более современного, более комфортного, более нарядного и парадного места, где бы наши молодожены могли бы фотографироваться, оставлять фотографии на память. Еще одно предложение получила поддержку главы города. В канун 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков установить памятные доски с информацией об анапчанах, которые в годы Великой Отечественной войны внесли вклад в освобождение города. Предполагается, что будут размещаться дозированы, то есть не будет чистокола, много стел. То есть хочется их разнести. Это, возможно, сквер Гудовича, это, возможно, аллея за центром культуры Родина до памятной стелы, город воинской славы. Возможно, также мы привлечем сельские округа, где есть парки, которые подразумевают патриотическую тематику. Возможно, в будущем, когда у нас уже будет благоустройство производиться сквера военной техники, мы тоже предусмотрим аллею памятных стел. Поддержал глава города создание и других арт-объектов. Это и солнечные часы на набережной, необычные фонари в виде парусов и многое другое. Кроме того, Юрий Поляков предложил дать возможность анапчанам поучаствовать в формировании облика родного города. Объявляйте конкурс на малые архитектурные форумы с тематикой нашей анапской, потому что все предлагают то, что где-то видели в каком-то городе, и нам предлагают. Он уже есть в Саратове или в Москве. Зачем повторяться? Надо сделать такое, чего нет. Управление архитектуры уже разработало положение об открытом конкурсе на лучший эскизный проект малых архитектурных форум. В нем смогут принять участие все анапчане. О правилах и сроках проведения будет известно уже в этом месяце. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Культурное лето в Анапе продолжается. В 13-й раз на курорт приедут участники фестиваля Союзного государства Беларуси и России «Творчество юных». За ними следом в Анапе ждут любимых артистов театра и кино. Киношок по традиции откроет бархатный сезон. Сегодня в администрации города обсуждали организационные вопросы. 21 августа в городском театре состоится открытие 13-го фестиваля Союзного государства России и Беларуси «Творчество юных» и гала-концерт с участием юных артистов. Подготовка к мероприятию началась. Заместители главы курорта поставили задачу. Надо встретить гостей и готовить сценические площадки. Да, в этом году нам удалось собрать 175 детей. Это из России, из Беларуси. Будут представлены практически все жанры искусства. Но мы считаем, что это будет очень интересно, очень ярко, очень зрелищно, очень красочная программа. Мероприятия фестиваля пройдут в Анапе с 21 по 25 августа. А бархатный сезон на курорте начнется с киноискусства. 27-й открытый кинофестиваль, который мы встречаем в этом году со 2 по 9 сентября. Также я предлагаю вам посмотреть план организационных мероприятий. Программа еще утверждается, но в ней будут и конкурсные показы фильмов, и творческие встречи актеров, театра и кино, и прямой эфир на театральной площади. Участники совещания обсудили основные организационные моменты. В станице Анапская появится новый спортивный комплекс для учащихся 21-й общеобразовательной школы. На строительство зала площадью 50 квадратных метров из краевого и муниципального бюджетов выделено свыше 12 миллионов рублей. По словам руководства школы, подрядчик пообещал завершить работы уже в начале зимы. Более 700 школьников раньше занимались в этом крохотном спортивном зале. Три часа физкультуры в неделю у каждого из 27 классов, сверхпредельная нагрузка для помещения и, конечно, неудобства для детей и педагогов. В прошлом году учебное заведение стало пилотной площадкой для проекта «Самбо в школы». Новый спортивный комплекс был просто необходим. На строительство объекта выделено более 12 миллионов рублей из местного и краевого бюджетов. Подрядчик уже приступил к работам. Подготовительный этап позади. Идет закладка фундамента. Грунт нормальный, несущие способности грунта высокие. Скала, в основном скала такая, прочный грунт. Здание легкое, металлоконструкции несущие из металлоконструкции, а обшиваются стены перекрытия из сэндвич-панелей утепленных. Так что здание будет легкое. Закладка фундамента 30% всей работы. Уже завтра начнется бетонирование. Дальше стандартные строительные работы и отделка. Опробовать новый спорткомплекс станичные ребята смогут уже в декабре. Так что с нового года школа в прямом смысле заживет новой жизнью. У нас на сегодняшний день работают секции самбо в школу, шахматы в школу. А также, опять же, осталось по три часа физкультуры в каждом классе. Сама общеобразовательная программа по физкультуре очень обширная. Там есть игровая часть, теоретическая часть, спортивная. Там на самом деле очень много всего. И вот эти вот все секции, то есть если раньше мы не могли себе позволить баскетбол, волейбол, то есть мы могли себе позволить только мини-футбол на площадке, и то только в недождливое время, потому что площадка открытая. То сейчас все эти виды мы вернем, и уже программа пойдет, реализация вообще образовательной программы по физкультуре пойдет так, как она положена по плану. В смету включено и благоустройство школьной территории. Вокруг спортивного зала разобьют клумбы, высадят деревья и уложат тротуарную плитку. Ольга Родина, Ксения Сепко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Специалисты управления муниципального контроля в ходе ежедневного мониторинга курорта только на одной улице Анапы выявили несколько фактов незаконного складирования стройматериалов на муниципальной территории. В отношении нарушителей возбуждены административные производства. На улице Заводская домовладельцы массово решили благоустроить придомовую территорию. Несмотря на то, что ежегодно в период с 15 мая по 15 сентября в курортной части запрещены любые строительно-монтажные работы. Кроме того, склад стройматериалов собственники устроили прямо на газоне на муниципальной земле. В управлении муниципального контроля в ходе мониторинга городских территорий выявлен факт складирования строительных материалов на прилегающей территории к частному домовладению по адресу Заводская, 40. По данному факту нарушения управления муниципального контроля сотрудниками составлен протокол об административном правонарушении и передан на рассмотрение в административную комиссию города-курорта Анапу. Подобная картина на этой же улице, но уже по другим адресам. Здесь также в разгар курортного сезона собственники двух домовладений занялись строительно-ремонтными работами, превратив пешеходную зону в стройплощадку. Теперь на месте тротуара насыпь из песка с деревянным настилом. В результате обращения граждан специалистами управления муниципального контроля осуществлен выезд по указанному адресу, в ходе которого специалистами муниципального контроля выявлено нарушение, а именно самовольное устройство покрытия муниципальной территории. В данном случае граждане собирались сделать парковку на месте зеленых насаждений газонов. На всех нарушителей составлены протоколы. Им придется привести муниципальную землю в надлежащий вид в установленный срок. Еще одно разрытие ведется на улице Заводской возле домов 19 и 19А. Но здесь у собственников есть разрешительная документация, так как работы аварийные. Однако муниципальный контроль все равно будет следить за ходом работ, чтобы все было выполнено в обозначенные сроки и без нарушений. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего 1500 рублей. «Витязь» Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. «Витязь» Анапа, Самбурово, 254.